В Одинцовском угруге идет подготовка к нанесению дорожной разметки после зимы. В этом году обновят 49 тысяч квадратных метров асфальтового полотна протяженностью более 120 километров. Для этого задействуют две единицы спецтехники и четыре бригады рабочих. В случае необходимости привлекаются дополнительные силы. Мы планируем, что, возможно, еще будет еще один разметочный комплекс. Этого, в принципе, достаточно. График работ составляют согласно погодным условиям. Разметку наносят только на сухой асфальт и при положительных температурах. Не менее 10 градусов со знаком «плюс» и влажности воздуха не выше 85%. При этом успеть надо до жары, так как покрытие на солнце высыхает дольше. Когда погода нормальная, условия 15-20 градусов, то это вопрос 10 минут. Если это жарко, то он может значительно более полу. Если машина проехала, то у нас разно. При осмотре подготовительных работ глава округа Андрей Иванов поручил подрядчикам в первую очередь начать работы там, где будут проходить праздничные мероприятия, связанные с Днем Победы. А также поинтересовался, нет ли проблем с материалами. С этим пластиком нет проблем? С пластиком нет проблем. Это все российское, да? Все российское, да. У них там что-то есть комплектующие, ездят как раз на празднике. Никакого сбоя нет? Нет, сбоя нет. Для нанесения разметки используют инновационный материал – термопластик. Он практичнее, надежнее, долговечнее обыкновенных красок, но при его использовании необходимо строго следовать заданной технологии. Особенно требования строгие к нанесению горячим пластиком. Сейчас мы видим на заднем плане, так скажем, как раз машинку специально для нанесения разметки горячим пластиком. Для увеличения светоотражающего эффекта в темное время суток пластик предварительно смешивают со стеклянным наполнителем и доводят до рабочей температуры от 180 до 220 градусов. В среднем на один погонный метр уходит почти литр материала. Также для повышения качества работ подрядчики в этом сезоне будут экспериментировать с новой техникой при нанесении разметки на пешеходных переходах. Часть пластика нанесут вручную холодным двухкомпонентным составом. Полина Толмачева, телекомпания «Одинцова».